Господа, хотя у нас это в прошлом году уже было, но я все-таки, ну, просто вот ради того, что все было бы, так называется, сделано лучше по несколько раз, я вас очень прошу доказать такую теорему, что если у нас есть предел, который равен какому-то там числу А, и если у нас есть предел, который равен какому-то числу Б, пожалуйста, вспомните, как мы доказывали, что если эти последовательности почленно сложить, то получится, если их почленно перемножить, то тоже у нас будет произведение. Значит, вот это совсем просто, а это была некоторая важная штука, мы ее в прошлом году делали, очень хочу, чтобы мы сейчас это вспомнили, потому что нам сейчас это будет важно. Пожалуйста. А это у нас уже действительное число? Это сейчас неважно. То есть давайте пока считать, что рациональное, но для вещественных чисел доказательство будет просто дословно такое же. Пока считайте, что это рациональные числа, но, повторяю, это все равно. Это как раз все равно. Потом там еще будет теорема пределия частного. В первом случае то же самое, но в втором случае все намного интереснее. n-a, ну пусть она меньше какого-то ε по полу. Начиная с некоторого места, разность будет меньше, чем ε по полу. Дальше. Меньше, чем ε по полу. Да, отлично. Усложим эти два неравенства. Вот тогда получится. И модуль суммы не превосходит суммы модулей. Меньше, чем ε. Ну и тем более. Модуль суммы. Все понятно. Спасибо вам большое за это. Все понятно. А про произведения? А про произведения намного интереснее. Если у нас есть две сходящиеся последовательности, то их сумма тоже сходится. Это все понятно. Он молодец. Может, я думаю, что если домножить на константу, то предел так же домножить на константу. Ну, слабовать. Вернее, это правда, конечно. И это совершенно очевидно. Но здесь нужно более сильная штука. Понимаете, вам нужно каким-то способом доказать, что произведение A-N-E B-N-E отличается от произведения A-B-B-MALO. Как это можно сделать? A-N-E мало отличается от A. B-N-E мало отличается от B. Почему у нас тогда произведение мало отличается от произведения? Смысл такой. У нас здесь прямоугольник со сторонами а-н и б-н. Представьте себе прямоугольник. Здесь сторона а-н, здесь сторона б-н. И есть какие-то числа а и б. Вот это, представьте себе, число б. Вот это, например, число а. И вы знаете, что вот эти отрядчики маленькие. Они могут быть положительными числами, могут быть отрицательными. Нужно доказать, что прямоугольник вот такой по площади мало отличается от прямоугольника вот такого. Понимаете идею? И как же это делать? А-н умножить на б-н. Напишите, пожалуйста, чему это равно. А-б плюс к-н-б, да, плюс к-н-б, да, плюс к-н-б, да, плюс к-н-б. Хорошо. Теперь можно взять для любого дельта больше нуля. Можно взять такое n, что у нас к-н-б будет меньше дельта и л-н-б будет меньше дельта. Дельта-б плюс дельта-а плюс к-н-б, да, плюс к-н-б, да, плюс к-н-б будет меньше дельта-б плюс дельта-а плюс к-н-б. Ну, я бы сказал, модуль-б, модуль-а, потому что мы не знаем, а-б положительный элемент. Да. Плюс дельта-а плюс к-н-б. Да. А теперь возьмем такое дельта меньше единицы. Для любого положительного эпсилона можно так подобрать дельта, что вот это выражение будет меньше, чем эпсилон. Да. Ну, какими-то мы его подберем. Во-первых, давайте сделаем условие, что, то есть, у нас будет меньше дельта. Да, конечно. А во-вторых, каждое из слагаемых можно позаботиться, чтобы было меньше, чем эпсилон делить на 3. Так. Нет, можно просто сделать, чтобы этот дельта меньше, чем эпсилон делить на пус-н-б. Ну, так тоже можно уменьшить единицы. Да. Ну, тогда у нас все сойдется. Ну, почему ты на дельта наложил ограничение на то, что он меньше единицы? А чтобы дельта-квадрат было меньше, чем дельта-а. Ну, я имею в виду право. Тогда можно найти КН для любого КН. Для любого дельта. Для любого дельта можно. Для любого дельта можно исследовать�атель. А, то есть, для любого дельта можно поселoth bedside на бесконечном образе сток. То есть, для любого дельта может. Поэтому можно было искать в том числе... Просто там у нас назывался эпсиолопределение. Я назвал дельтой, чтобы вот с этим эпсиолом не перепутать. То есть мы взяли какой-то эпсиол. Дальше мы взяли дельта, которая меньше единицы и меньше вот такого. Для него будет выполняться вот это неравенство, что дельта умножить на модуль b плюс дельта умножить на модуль а плюс дельта в квадрате меньше эпси. Потому что это меньше, чем... Ну да, да, да. Эпси в квадрат можно убрать, но с теста. Вот. Ну и мы доказали, что если мы подберем такие n, для достаточно больших n у нас вот это неравенство будет всегда выполняться по определению предела. Ну, вопросы есть? Хорошо. Можно было как-то по-другому это оформлять, но по сути, конечно, рассуждение такое. По сути, действительно, рассуждение такое.